Здравствуйте. Я пастор. Действительно ли я являюсь хорошим пастором? Когда я даю себе оценку, у меня всегда плохая оценка. Мы обучали братьев в миссионерской школе. В теории они знают все. Однако в их жизни невозможно найти жизнь веры. Знаете, времена идут... Раньше, когда было тяжело, мы хорошо терпели. А сейчас, поскольку братья могут, так скажем, питаться и не только в миссионерской школе, часто я вижу, что они не хотят научиться жизни веры. Я читаю лекции на занятиях, и когда слушаю их выступления, когда я смотрю на их жизнь, можно увидеть, что они не хотят поступать верою. В последнее время я думал, может быть, приостановить миссионерскую школу. Но знаете, эта миссионерская школа стала основанием, чтобы мы могли отправить миссионеров за границу. Поэтому я не могу остановить миссионерскую школу. Но я уже в возрасте. И я думаю, может быть, кого-то другого поставить, чтобы преподавали. Я думаю о многих вещах. И вчера я целый день общался с братьями миссионерской школы. И сегодня рано утром я боролся с ними. В чем же причина? Да, можно встречать проблемы. Но они говорят, нам так тяжело. Поэтому в следующий раз я буду верой преодолевать. Конечно, это нелегко. Но большинство людей думают именно так. Но если эти братья выйдут из миссионерской школы, они будут ли изучать Библию самостоятельно? Нет, не смогут. Может быть, некоторые смогут. Но большинство они будут ввести очень плохое служение. Сразу видно результат. Но сказать, что прогнать этот ответ, тоже не так. Я проповедую будущий пастора. И Евангелие Диоанна 11 глава очень часто облегчает меня. Почему? Когда умер Лазар, в 11 главе Евангелия Диоанна рассказывается, как Иисус Христос пришел в его город. Однако Мария и Марфа не встретили Иисуса. Затем Марфа вышла к нему. И первое слово, которое она сказала Иисусу. Иисус, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Так сказала Марфа. Да, конечно, если бы был Иисус, Лазар бы не умер. До смерти Лазаря. Марфа послала человека и сказал, что брат заболел. Пожалуйста, приди и исцели его. Она искренне просила Иисуса. Но Иисус не пришел. Он сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией. И Мария и Марфа думали, что Лазар не умрет, потому что это к славе Божией. Но их брат умер. Они погребли его и пришел только после этого Иисус. И что формируется внутри Марфы и Марии? У Марии, Марфы и у Лазара не было родителей. И Иисус любил их. Правда ли он любил нас? Если бы Иисус пришел, когда наш брат болел, он мог выздороветь. А сейчас он уже смертен. Зачем Иисус пришел сюда? Когда услышали о том, что пришел Иисус, Мария даже не вышла к Иисусу навстречу. Ей было очень обидно. И первое слово, которое сказала Марфа, «Если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Так говорит и Мария. «Наш брат умер, потому что Иисус не пришел сюда. Да, я знаю, что ты занят. Но если бы ты пришел, нельзя ли исцелить моего брата?» Им было очень обидно за то, что Иисус пришел поздно. Но Иисус думал иначе. Он хотел показать силу, которая может вылечить болезнь. Он хотел исцелить умирающего брата Лазаря. Но также он хотел, чтобы они поверили, что Иисус может воскресить мертвого Лазаря. Какая бы вам не нравилась бы ваша вера, когда мы читаем Библию. Мы только поверили в то, что Иисус Христос очистил наши грехи. Но в других вопросах мы хотим решать без веры, а своим способом. Когда люди сталкиваются с какой-то проблемой, они думают, я могу решить ее или нет? Сколько я смогу взять ответственность на себя? Ой, это тяжело. И тогда они даже не хотят сделать вызов. Иисус Христос пришел в то место, где был мертв Лазарь. И Он хотел перед ними воскресить Лазаря. Но прежде Он хотел, чтобы у них появилась вера, что Иисус может воскресить мертвого Лазаря. И перед тем, как прийти в Вифанию, где был Лазарь, Он спросил учеников. Он сказал, наш друг Лазарь уснул, я иду разбудить. И что сказали ученики? Ну, если он уснул, встанет. Но Лазарь умер. И Он идет, чтобы воскресить его. Иисус затем пришел в Вифанию. Иисус сказал, Марфия, твой брат будет жить. Они не поверили. И Марии Он сказал, что брат будет жить. Там было много иудеев. Иудеи говорили, а что нельзя было не допустить этой смерти? Что это такое? Конечно, Иисус мог. Но они не верили, что Иисус Христос имеет силу, чтобы воскресить мертвого Лазаря. И Иисус опечалился. Иисус совершал множество деяний, множество силы проявлял. И Он говорил о том, что Он воскресил Лазаря, но никто не повел, поэтому Он опечалился. Иисус Христос сказал мне. Иисус спросит, насколько братья и сестры Гангамской церкви верят в Меня, что я могу сказать на это? Действительно ли ты являешься хорошим служителем? Я тоже не человек, у которого вера. Но когда Иоанна ужалил Скорпион и когда он умирал, у меня не было веры. Иоанн умирал от яда. Когда я позвонил, то сказали, что его сердце уже один раз останавливалось, его температура была 17 градусов. И я подумал. Я спросил, могу ли поговорить с Иоанном? Мне сказали, да, пастор. Иоанн, возьми телефон, это пастор Супак. Я спросил, Иоанн, ты слышишь меня? Да, пастор. Иоанн, тебя ужалил Африканский Скорпион. Говорят, что ты умираешь. Иоанн, послушай меня. Не важно, что говорит положение, смотри, что говорит слово. Сегодня утром я читал книгу Иоанн, 40 глава, 31 стих. И здесь написано, надеющийся на Господа обновятся в силе. Я продолжил. Иоанн, послушай меня. 66 книг Библии – это слово Бога. И Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Иоанн, надейся на Господа. Взгляни на Господа. Уповай на Бога. Бог сказал, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Иоанн, если ты хочешь победить яд Скорпиона, тебе нужна новая сила. И о чем говорит Библия? Библия рассказывает, как мы можем приобрести силу, если ты будешь надеяться на Господа. Иисус написал 40 главу книги Исаия, и если ты скажешь, что я надеюсь, Он не скажет, я тебя не знаю, не дам силы. Потому что это слово Бога. Если ты будешь надеяться на Бога, ведь надеяться здесь ничего сложного нет. Бог тебе даст обязательно новую силу. А тогда ты сможешь победить яд Скорпиона. Меньше 20 минут я говорил об этом. В то время международные звонки были очень дорогими. Поэтому я не мог говорить свободно. Я хотел много говорить, но это стоило очень дорого. А вы ведь знаете, я очень скупый человек. Поэтому я не рассказал все, что хотел. Около 15 минут я говорил с Йоанном. Почему? Потому что это слово Библии. Я передал эти слова Йоанну. Верить в это, не верить, зависит от тебя, Йоанн. Если ты надеешься на Господа Бога, как здесь написано, и если Бог тебе не даст силы, значит Он мошенник. Как в такого Бога мы можем верить? Такого быть не может. Я говорил ему так. Я объяснил. И я настойчиво сказал ему. Йоанн, тебя ужалил африканский Скорпион. Говорят, ты умираешь. Но! Знаешь, что говорит слово, которое прочитал сегодня? Написано, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Йоанн, 66 книг Библии – это слово Бога. И Господь Бог ни в коем случае не обманывает. Если ты будешь надеяться на Бога, Бог обязательно даст новую силу. И ты сможешь победить яд Скорпиона. Это не мои слова, а слово Бога. В тот день удивительно. Его привезли в первую больницу, но отказались, поэтому они приехали во вторую больницу. Йоанна ужалил Скорпион ночью, когда он спал. Он спал в специальной сетке от комаров. Но во сне он вытянул ногу за этой сеткой. И Скорпион ужал именно эту ногу. Но, знаете, он ничего не заметил и дальше продолжил спать. Когда настало утро, он сказал, мне показал, что кто-то уколол мою ногу. «Может, это Скорпион?» «Не смеши, какой Скорпион в комнате может быть?» Но в обеденном часу его ужалил Скорпион ночью. Может быть, в 2 часа ночи или в 3 часа ночи. Утром зашло. И примерно в час дня или 2 часа дня. Прошло много времени. И я дошел до сердца. Он хотел пойти в уборную. Братья смотрели на него, а он упал без сознания. К нему приближали. Акал и Мачо вышли из него. Он не мог дышать. Директор центра прибежал и начал кричать. «Йоан, Йоан, очнись!» Бил по сердцу. Его быстро помыли и отвезли в больницу. Врачи сказали, что невозможно помочь. Потому что его ужалил Скорпион. «Почему вы привели его только сейчас?» «Даже если бы вы сразу привезли, не факт, что мы спасем!» «Уже поздно! Забирайте!» Их прогнали. Пришли во вторую больницу – то же самое. Они положили, поставили капельницу, но не помогает. Из-за того, что сердце остановилось, сделали массаж сердца. Да, начал дышать. Есть пульс. Но нельзя сказать, что он живой. Директор центра в слезах позвонил мне. «Пастор, пастор, что делал с Йоанном?» «Успокойся, что случилось?» «Пастор, Йоанна уже орет Скорпион, что делать?» Знаете, Йоанн умирал. Мы, по милости Бога, отправили многих волонтеров за границу. И я был благодарен, что Бог помогал и защищал каждого. Когда Мунэйдин повредила спину. Знаете, мне казалось, что это только снится. За четыре дня до того, как Мунэйдин повредила позвоночник, я был в ее доме. Я не знал, конечно, ее родителей. Сестра сказала, что ее дочь в Африке. Я понял, а хорошо. Но я даже не знал, что это именно Мунэйдин. И я хотел как можно скорее привезти Хэйдин в Корею. И Арабский Эмират это были самые быстрые рейсы, которые из Африки могут привезти ее в Корею. И там небольшая пересадка в Дубай и потом сразу рейс в Корею. А вторая была немецкая авиакомпания «Рутганза». Этот самолет летит через Германию. Я умолял авиакомпанию Арабские Эмираты. Но они спросили, она может лететь сидя? Сказали, нет. Тогда мы не можем. У нас нет кровати. А нельзя ли ее положить в проходы? Нет, в самолете есть правила. Это невозможно. Не было способа. Тогда мы позвонили авиакомпанию «Рутганза». Они сказали, давайте мы завтра перевезем ее. Мы сказали, мы торопимся. «Наш самолет уже отправился в Ганну. На следующем рейсе мы установим специальную кровать. Для этого нужно снять 12 кресел и поставить кровать. Только тогда мы сможем ее привезти». И об этом нужно было сообщить родителям Мунхейдин. И спрашивали, кто будет говорить об этом? И все боялись говорить. Я сказал, дайте телефон, я позвоню. Я позвонил маме Хейдин. Я не знал, что это именно та сестра, у которой я был недавно. Я спросил, вы мама Хейдин? Знаете, у Хейдин произошло кое-что. Она упала и повредила позвоночник. И мы хотим привезти ее в Корею. Руд в Ганзе говорит, что невозможно. Извините, мы попросили у Руд в Ганзе, и они сказали, что только завтра смогут перевезти ее. Я беспокоился, что мама Хейдин скажет, «Ой, пастор, что делать с нашей дочерью?» Но знаете, что она сказала? «Пастор, как минимум, вы лучше разбирайтесь, чем я. Я буду поступать по вашему совету». Мы были все шокированы. Я был так благодарен ей. И действительно, она полностью поручила мне. Я позвонил в Германию и попросил миссионер Кон, пожалуйста, свяжитесь со мной. Он позвонил. «Вы где были?» «Я сейчас в Гетингене». «Что вы там делаете?» «Пастор, что случилось?» «Летите во Франкфурт». «Я во Франкфурте, пастор». «Теперь найдите лучшую больницу, где сделают операцию на позвоночнике». «Мое сердце так беспокоилось». Я сказал, что самолет прилетает какое-то время. «Приготовьте в аэропорту с машиной скорой помощи». И мы отправим все снимки, чтобы сразу можно было оперировать ее. Я дал такое указание. Я сильно беспокоился. Действительно, если люди поступают без веры, очень часто беспокоятся. Когда у нас есть трудности, как же Бог будет слышать нашу молитву? Очень часто мы находимся в стереотипах. Но если мы разрушим наши стереотипы и будем находиться в сердце Бога, я с братьями Министерской школы говорю только об одном. Я говорю, если мы хотим верить в Бога в рамках нашего представления, это невозможно. Поэтому мы используем человеческий способ. Но когда у нас формируется истинная вера в Господа Бога, тогда Господь Бог удивительным образом начинает действовать через людей. Бог желает, чтобы все братья и сестры Кангнамской церкви, чтобы вы освободились от ваших мыслей, поверили в Иисуса Христа, который что вчера, что сегодня, вовек тот же, и Бог искренне желает, чтобы у вас было сердце, которое может сталкиваться с любым обстоятельством. Но когда мы встречаем какую-то проблему, мы ведь молимся Богу, но мы не молимся, уповая на Его силу. Мы про себя думаем, это возможно вообще? По-моему, не получится. И многие люди молятся формально. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Рассказывает, что Иисус прослезился. В чем причина? Иисус хотел, чтобы у нас была вера, что Иисус может воскресить мертвого Лазаря. Бог написал эту историю, чтобы и мы поверили в это. Иными словами, Бог хочет, чтобы мы поверили в Бога, который имеет силы больше, чем наше представление. Да, пока я служу Богу, порой бывают трудности и тяжести. Однако Бог удивительным образом решает все проблемы. Однажды меня судили. И сказали, якобы, я присвоил церковные деньги. И как все это так произошло? Мы хотели купить кабельное телевидение. Я сказал, хорошо, покупайте. Я один человек взял мою печать и сделал мой счет. Туда положил 500 тысяч долларов. Потом, используя мою печать, снимает эти деньги. Потом делает снова на мою имя счет. И туда кладет эти же деньги. И снимает их снова. Но Так получается, что я присвоил себе 1 миллион долларов. И этот брат сказал, что 2-3 месяца назад он снимал эти деньги. И знаете, если действительно меня признают виновным, прокуратура забирает все наши документы, и нет материалов, чтобы доказать, что я не виновен. Но знаете, что произошло? Там написано, что деньги сняты в 11 часов 13 минут. Но произошло одно чудо. У евангелиста мой учен был дневник. И там было написано, что до пол первого дня я передавал слово в другой церкви, в городе Те Чон. Если бы не было бы этого, если бы не было бы у меня алиби, точно меня бы посадили бы. Но я видел, как удивительным образом Бог защищает меня. И в Те Чоне нашли запись моей проповеди. Причина, по которой я могу до сих пор стоять, причина, по которой я могу проповедовать сегодня, если бы не было бы руки Божьей, из-за множества препятствий я бы не мог стоять здесь. Пастор Му Юн Чон, он не хорошо вел дневник. Просто написано, семинар в хамбатской церкви. Но это стало доказательством. И хамбатской церкви нашли запись моей проповеди, и это было правдой. И я проповедовал до пол первого. И во время проповеди приехать в Сиол и снять деньги – это невозможно для человека. Это было удивительно, как Бог защитил меня. И не только это. Пока я жил в Боге, Бог совершил неописуемые вещи в моей жизни. Многие люди говорили худые вещи обо мне, и обвиняли меня в чем-то. Но я сильно чувствую, как Бог защищает меня. Кто может избавить нас от этого? Кто может защищать нас от этого? В кого можно верить, кроме всемогущего Бога? Я не могу не верить всемогущего Бога. Знаете, что Бог говорит мне? Ты проповедник Гагнамской церкви? Верят ли братья и сестры в меня? Да, они верят, что они прощены. Но кто делает шаг, уповая и веруя в Бога? Сегодня утром я проснулся и готовился к проповеди. И мне казалось, что Бог облегчает меня. Какой из тебя проповедник? В рамках нашего представления мы хотим решать все вопросы. Но до какой-то меры мы можем делать дело Божие нашим представлениям. Иисус говорит, что Лазар, который уже смертит, будет жить. А нам действительно ли верится, что Он будет жить? И подобная проблема зависит и касается всех братьев и сестер. И Сатана говорит нам, «О, я признаю, что у тебя нет веры». «Ну, ты же спасение получил». Этого достаточно. Но когда мы читаем Евангелие от Иоанна 11 главу, Иисус хотел, чтобы Мария и Марфа и ученики иудеи поверили, что Иисус Христос может воскресить Лазаря. И Бог искал хотя бы одного человека, который будет по сердцу Божьему. Пускай не все поверят. Но хотя бы один человек. Да, не надо говорить так. Ведь пришел Иисус. Он же сказал, что Лазар будет жить. Что вы говорите? Почему вы не верите? Поверьте в Иисуса. Но никто не поверил. Никто так не сказал. Иисус прослезился. Он плакал. Ведь Иисус сказал, что будет жить. Иисус сказал, что брат твой будет жить. Да, наш друг уснул. Иду разбудить его, сказал Иисус. Ни один из учеников не сказал, что вы делаете? Иисус пришел, чтобы воскресить его. Мария Марфа, пожалуйста, поверьте, ведь Иисус сказал, что это болезнь не смерти, а к славе Божьей. Но никто не имел сердце, подобное сердцу Иисуса. Что же хотел Иисус? Он 33 года находился на земле. Он хочет, чтобы сегодня вы не смотрели на положение, а поверили в Слово Иисуса, следовали за Его Словом и делали шаг за шагом. Дорогие слушатели, если мы так поступать будем, представляете, как это будет радовать Иисуса? Он будет намного рад, чем если мы дадим свое имущество Ему. И Он будет желать работать вместе с вами. Не нужно быть добрыми. Нечестными мы должны быть. Неверными мы должны быть. Он хочет, чтобы у нас была вера в Него. Любимые слушатели, что вы станете говорить перед Богом? Не пора ли нам изменить наши сердца? Господь, я следовал за своим сердцем. Я верил, когда мне казалось реальным. А когда невозможным тогда, я отказывался. Да, так было. Но доколе вы хотите находиться в этом состоянии. Да, до сих пор мы так жили. Но если мы выйдем из наших грани и поверим в Иисуса, вы будете удивительными детьми Господа Бога. Иисус Христос будет действовать удивительным образом. Иисус Христос, просто проповедуя Слово. Говорить хорошие слова людям. Нет, преодолетьте ваш предел. И на Иисуса уповайте. Он живо и действует. Хотя мне кажется невозможным. Но именно это дело хочет совершить Иисус. Я тоже человек, у которого нет веры. В тот день, когда мне позвонил Иоанн, он умирал. Я горел по телефону, а он умирал. Я сказал Иоанну. Я прочитал Исайя 40 главу 31 стих. Я сказал, Иоанн, говорят, что ты умираешь из-за яда скорпиона. Но знаешь, что говорит Библия? Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Иоанн. 66 книг Библии – это Слово Бога. И Бог ни разу не обманывал. Как это удивительно. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, сказал Бог. Если ты будешь надеяться на Бога, Бог обязательно даст тебе новую силу. Тогда ты вполне сможешь преодолеть яд скорпиона. Я начал объяснять об этом Иоанну. Чтобы надеяться, не надо платить. Это не сложно. Если я надеюсь на Бога, Он даст мне новую силу. А если будет новая сила, я смог победить яд скорпиона. В чем проблема? Вы согласны? Так ведь? Открыв Слово Божие перед собою, и поставьте Слово перед вашим положением. Хотя мне кажется, у меня нет веры. Но признавая, что Бог сказал, если я сделал так, тогда Он будет действовать. Я буду надеяться на Бога, это же не сложно. Да, в тот день Иоанн умирал. Врачи говорили, что Он умрет в течение двух часов. Но слушая Слово, у него появилась вера, что если будем надеяться на Бога, Бог даст новую силу. Иоанн приобрел веру. Он сказал, Бог, я надеюсь на тебя. И произошло удивительное. Спустя некоторое время он уснул. Храпя, он спал. Глубокую ночью. Потом настало утро. Миссис Тра, дежурная, встала. Она подумала, наверное, этот молодой человек уже умер. Надо убрать тело его. И она пришла к нему. А его давление восстановилось. Миссис Тра была удивлена. Она побежала и сказала, врач, врач, постой, идите сюда. Чудо произошло. Что случилось? Давление поднялось. Что ты сделала, скажи? Я ничего не делала. Утром, Юанн проснулся. Это есть обещание Бога. Дорогие слушатели, у нас есть множество мыслей. Не эти мысли. Мы должны перенести наше сердце в сторону Слова Бога. Если Бог обещал, Бог исполнит Своё обещание. Каждый раз, когда у нас есть проблемы и трудности, не смотрите, это возможно или невозможно. А попробуйте в вашем сердце определиться верить в Слово Бога. Если с этого момента, не важно, как мне кажется, смотрите, что говорит нам Писание. У вас произошло подобное. Нет ни одного, кто бы не изгрешил из вас. Вы точно согрешили. Кто-то много согрешил. Кто-то чуть-чуть согрешил. Кто-то согрешил шумно. А кто-то спокойно. Есть множество разновидностей грехов. Мы все согрешили. Но когда вы читаете Библию, вы видите, что Иисус Христос одним приношением навсегда сделан нас совершенными. Неважно, какой грех я совершил. Если Иисус говорит, что оправдал, значит, Он оправдал. И если вы принимаете эту веру, вы получили прощение грехов. Верно? Тогда проблема, которая перед нами, неважно, как оно мне кажется, неважно, что мне кажется, Бог обещает, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Йоанн, 66 книг Библии – это Слово Бога. И Бог ни в коем случае не обманывает. Ни в коем случае. Если ты будешь надеяться на Господа, Бог по Своему обещанию даст тебе новую силу. Я Скорпиона – это ничто. Ты сможешь победить. Очень подробно я начал ему пояснять. И Йоанн поверил в это. Он жив до сих пор. Он стал отцом трех детей. Вы не представляете, насколько красивые дети. И все они хотят стать служителями. Я сказал – замечательно. Я благодарен перед Богом. Дорогие слушатели, есть мир наших мыслей. А наш мир, который формирован нашими знаниями, нашим опытом. Но наш мир и мир Божий полностью отличаются. До сих пор мы использовали свой способ, свой метод. Каждый раз, когда были трудности и тяжести. Посмотрите, что говорит в такой ситуации Слово. А Бог сказал, что Он помогает нам. Он сказал, что даст силу. Бог сказал, что воскресит Лазаря. Значит, Лазарь будет жить. Может быть, у меня появляется множество разных мыслей. Но разрушьте их. И веруя в Слово Бога. Вы скажите – тихо. Ты что, не слышал голос Иисуса? Он же сказал, что будет жить. Значит, будет жить. Почему так много шумишь? Не надо говорить свои мысли. Иисус сказал, что будет жить. Вот так мы должны говорить. И выйдя за свой предел, нужно войти в рамки веры Иисуса Христа. И тогда сила Иисуса Христа, которая казалась невозможной будет правляться вас. Не хотите ли испытать этот мир, когда вам тяжело, когда вам трудно, когда вы оказываетесь в отчаянии, когда у вас нет пути? Не хотите ли получить помощь от Бога? Надо открыть наши сердца. Оставьте, что бы ваши мысли не говорили. Что говорит Слово? А Слово говорит так. Что сказал Иисус? Он сказал, что брат будет жить. Значит, брат будет жить. Что вы и так много говорите? Иисус ведь сказал, что брат будет жить. Почему вы не верите в это? Все, поверьте уже. С такой верой, если мы сделаем шаг. Бог приготовил многие условия, чтобы вы поверили в Бога. Когда вы встречаете разные трудности и обстоятельства, когда вы встаете на вере Слова, вы сможете увидеть, как Господь Бог действует в вашей жизни. Неважно, какую жизнь вы верили до сих пор, если у вас сформируется такое сердце, «Каждый раз, когда будут трудности и препятствия, наши мысли будут сталкиваться с мыслью Бога». Но тогда с улыбкой скажите, «Господь, до этого я всегда следовал за своими мыслями в таких условиях, но теперь я буду следовать за твоей волей». Неважно, как мне кажется, «Да, мне кажется, что это невозможно». «Да даже в моих глазах брат уже умер, поэтому невозможно, спасибо». Но это мои мысли. Если Иисус сказал, что брат будет жить, значит, будет жить. Ты ведь сказал, что брат будет жить. Выйдя за наше представление, мы должны войти в мир Иисуса. Это сложно? Это тяжело? Это невозможно? Нет! Дьявол долгое время нас схватывал в свои мысли. Дорогие слушатели, давайте сегодня освободимся от этих цепей дьявола. Давайте не будем доверять себе. Давайте будем верить в Слово Бога. Если мы будем уповать на Слово Божие, я верю, что удивительная сила Господа будет проявляться в вашей жизни. Зачем вы делаете, чтобы Иисус прослезился? И ученики, и иудей, и Мария, и Марфа. Никто не принес Слово Иисуса. Иисус сказал, «Не сказал я, если веруете, то увидите Славу Божию». Иисус сказал, «Отнимите камень». Марфа сказала, «Иисус уже три дня, Он во гробе и уже смердит». «Что это значит?» «Ой, Иисус, все равно не получится». «Он только смердит». «Зачем? Не надо открывать! Ничего не делай!» Но Иисус сказал, «За что я благодарен?» Иисус не проиграл слова Марфы. Он говорит, «Не сказал мне я тебе, что если веруешь, увидишь Славу Божию». Знаете, что важно? Иисус говорит сегодня и вам. «Не сказал я тебе, что если веруешь, увидишь Славу Божию». Оставь свои мысли и попробуй поверить в Слово. И тогда давайте не в теории будем вести нашу духовную жизнь. когда мы идем верой вперед. Когда мы идем верой вперед. Содна вкладывая такие мысли. «Я все равно не имею веры. Буду жить, как мне хочется, как мне попало». и делать, чтобы мы не могли идти по вере. Если вы являетесь Детями Божьими, если вы верите в Иисуса Христа, если вы получили Его кровь и прощение грехов, то теперь давайте перенесем наши ноги на сторону Иисуса. Да, правда в том, что мы не привыкли. Правда в том, что у нас нет веры. Но человеку, у которого нет веры. Пускай не говорит, что у него нет веры. Надо поверить. Тогда он станет человеком, который имеет веру. Аминь. Хотите вести жизнь верой? Хотите? Для чего Иисус Христос рассказал эту историю, которую написали в Евангелии от Иоанна? Дорогие слушатели! Иисус говорит, «Послушайте и поверьте в Меня!» Да, тебе кажется, что невозможно. И кажется, что тяжело. Но Иисус хочет трудиться в тебе. Если ты поверишь, ты увидишь славу Божию. Давайте все мы сегодня поменяем наше сердце. Тогда вы сможете обнаружить в вашей жизни удивительную силу Господа. «До сих пор мы не верили». Жили следуя за своими мыслями. Директор хора Грачиас, она борется с ними. «Это возможно». «Нет, это невозможно!» «Нет, ты сможешь! Попробуй! Учись!» И она смогла всех победить. Да, некоторые сдались. Но... Она молится, чтобы они возвратились. «Сегодня рано утром, когда я проснулся, смотрю, пришла музыка хора Грачиас. А, вот как вышла эта музыка. Очень красивая музыка. В мире есть множество хоров. Но нет хора, который был бы лучше, чем хор Грачиас. Знаете, что удивительно? Только в Соединенных Штатах Америки 350 телевидений транслировали выступление хора Грачиас. И большинство граждан США услышали выступление хора Грачиас. Многие прослеваются и радуются. Поэтому... Они оставили свой способ. Хотя тяжело, хотя трудно, хотя они мучаются. Они меняют метод вокала. Чтобы члены хора Грачиас поменяли вокал, и нам учиться в духовной жизни, мне кажется, есть схожие черты. О, я получил спасение, я все равно попаду в рай. Буду жить как попало, потом окажусь в раю. Это не вера в Иисуса. Правильно? Давайте теперь будем верить в Иисуса. Не будем верить в свои мысли. Откроем Писание. И посмотрим, что говорит Писание. И верой будем делать шаги вперед. Мы спасем всю Южную Корею. И Сыне Штаты Америки. Всей Европу. Я желаю, чтобы вы стали тружениками Господа Бога. Какая-то славная жизнь. Если вы веруете в слово Бога, Бог будет обязательно действовать. Сатана говорит, нет, не получится. Дело в том, что мы чувствовали бремя. Кажется, что не получится. Но не слушайте голос Сатаны. По этой причине в Евангелии от Иоанна 11 главе Иисус Христос прослезился. Но давайте мы не будем делать, чтобы Иисус прослезился. Мы скажем, да. Это есть ответ. Молодец. Надо так жить. Мы все можем сделать. Аминь. Аминь. Давайте оставим наши мысли. И будем веровать в слово. И давайте будем использовать это дело Господа Бога. Многие служители не хотят жить верой, поэтому они прячутся. И в конце концов уходят из церкви. Впадают в грех. И многие люди противятся церкви. Они не думают, о чем будут говорить перед Богом. Давайте мы будем верить в Господа Бога. Вы же верите в Иисуса? Но есть некоторые вопросы, в которых у нас трудно поверить Бога. Но давайте верой будем преодолевать каждый вопрос. Чтобы через вас, через любимых братьев, любимых сестер, было засветительство, что трудился Иисус. Я в этот раз попробовал верою. Иисус действовал так. Бог услышал мою молитву. Будем так свидетельствовать. Пускай наша вера растет. Будем молиться за страну. Я желаю, чтобы каждая страна стала самым благословенным. И давайте будем трудиться ради Бога. Как вы думаете? Хотите ли идти верой вперед? Ваши голосы так и тихие. Хотите ли идти верой вперед? Я еще раз скажу. Здесь нет ничего невозможного. Все возможно, если поверите. Если поверите, все будет возможным. Да, вы будете чувствовать бремя. Будет казаться, что невозможно. Но ради великих дел, давайте верою преодолеем. Пускай порой нам будет стыдно, но верой будем преодолевать. И тогда Бог будет помогать. Я желаю, чтобы каждый из вас был задействован для того, чтобы спасти весь мир. Аминь. Спасибо за внимание.